Накрывчик держи. Климонов 160. Держи накрыва побольше, держи накрыва, накрыва. Артём Акулов. 180. Паш, у меня на канале я выкладываю, у меня там кто-то просил, чтобы я тебя побольше снял. Порадуй чем-нибудь своих болельщиков. Или на Кубке России это сделаешь? На Кубке России мы на этой неделе на первых подходах будем поднимать. В среду. А я сниму, покажу всё это. У нас был в пятницу очень большой толчок с очень большой работой с груди. Двое приседания больших. Я в принципе и не рассчитывал, что сегодня будет хороший рвок, но хотелось бы всё-таки один подходик один раз вырвать. Но ничего. Стыдно? Вот для поклонников Паши Суханова. Сто шестьдесят. Регулярно толкает. Рекордсмен мира. Давид Биджанян прокачивает. Очень интересный спортсмен и человек. Холебеков сто семьдесят. На грудь хочет... Нет, пока. То есть сегодня надо и нагрузиться, и в то же время не сильно нагрузиться перед тренировкой в среду. Потому что в среду большой-большой подъем на грудь у нас запланирован. Славик, ну что такое вид усталый-то? Не слышу. Ты же вчера ел. Товарищ наш по команде Сергей Петров. Основной наш конкурент в накупке страны. Славик, накрыва почти нету. Не бросай, а опускай. Накрыва нету почти. Время не додержал. В среду нагуль выбираем. Алексей Ювкин. Алексей Ювкин. 190. Света Хабирова. Тема Сокулов. С Славиком какую-то беседу ведут. Жора Купцов со своим тренером Вадимом Скемеровым. Бронзовый призер чемпионата Европы. Серебряный призер первенства мира. Победитель первенства Европы. Очень хороший спортсмен. Техничный. Методично тренер его очень интересно подводит. На многих соревнованиях, где казалось бы, Жора намного слабее своих соперников, все-таки в итоге на помосте оказался в числе победителей. А то и победителем. Здравствуйте, уважаемые зрители. Я хотел бы к видео приложить часть ответов на часть вопросов, которые задают мне по каналу Ютуб, которые по Инстаграму задают. Я не везде могу на все ответить. Допустим, вот я сейчас открыл видео. 80 комментариев. На все, естественно, не смогу ответить. Но на часть какие-то такие общие. Тем более, что нет-нет, поступают такие интересные вопросы, которые общего характера. Человек задает вопрос по поводу к видео утренней тренировке сборной России. Нет подрыва. Штанга вверх не летит. Ну и тут перечисляет вопросы, связанные с, как он считает, именно с техническими какими-то моментами. Ну, часть вопросов поступает в такой агрессивной форме. Да вы, мудаки, ничего не знаете. Ну, в принципе, я даже такие просматриваю. Критически отношусь. Критически к нашей работе отношусь. Потому что, если есть где-то какая-то рациональное зерно, я думаю, что надо это использовать. Техника формируется. Знаете, бывает, что тренируешься, не все зависит именно от поставленной техники. Бывает, тренируешься, набрал силу в ногах. И это влияет на технику. Бывает, спина укрепилась и тоже влияет как-то это на движение. Вот сейчас тренировались, посмотрели несколько замедленных действий. Увидели кое-какие вопросы. Чуть-чуть сейчас таз стали подвигать. Если раньше очень сильно подвигали штангу к тазу, сейчас видим, что не можем на такой глубоко таз находиться, что немножко таз будем к штанге подвигать, чтобы в подрыве они соприкасались и дальше шли вверх. Это тоже такой технический момент, над которым сейчас работаем. И который не просто так его увидеть и сделать. Его нужно еще отработать и наладить с хорошими весами. Тут много вопросов связано с тем сбором, который мы провели с Димой Берестовым в апреле месяце. Мы провели сбор. Неплохо ребята приехали. Хочу сказать, что достижение этого сбора, я считаю, что большое то, что приехали люди разного спортивного уровня, разного, разной спортивной подготовки. И проведя этот, там, у нас две недели был сбор, да, в принципе, никто практически, не практически, а никто не травмировался. Это уже большое достижение, потому что каждому человеку индивидуально мы писали план, никто не травмировался. И, в принципе, все ребята после сбора добавили и наметили мы работу, как работать дальше с ними. Вот. Когда покажете девушек, возьмите интервью. Ну, как-то не совсем это, не знаю, мы тренируемся, да, мы тренируемся вместе в зале с женской сборной, но как-то не всегда интервью после тренировок, как бы, вот, корректно брать, отвлекать от работы не совсем, ну, не всегда это удобно. Вот. Спрашивают, как работает на технику на предельных весах. Ну, наверное, на предельных весах на технику уже не работают, больше там не до техники. Так. Вот хороший вопрос, сделайте обзор Кубка России, расскажите, как выступили, что пошло не так, что хотелось рассказать и так далее. Вот. Ну, вопрос интересный, мне его постоянно задают, регулярно и в инстаграме, и здесь, поэтому хотелось бы описать Кубок России и нас, и отдельных спортсменов. Опять же, я не могу давать характеристики, я не личный тренер, хотя являюсь тренером национальной сборной нашей страны. Вот. Но, в принципе, в общего характера, могу сказать, категория 56 выиграл Олег Музахранов, Ваня Кмократумян стал вторым. Результаты не сильные показали оба спортсмена, я знаю, что они готовы были, раньше поднимали большие килограммы. Не выступал еще один из лидеров Александр Краснов, который тоже, я думаю, может составить конкуренцию, если он хорошо подготовится, он, в принципе, в районе 15 может и вырвать, и в районе 35 может толкнуть. Это на данный момент в России хороший результат. Я думаю, что, в принципе, вот эти три спортсмена и будут основную конкуренцию, ну, хотелось бы основную конкуренцию между собой, и результаты будут, я считаю, что разыгрываться медали среди них. Но результаты на данный момент слабоваты, хотелось бы, конечно, увидеть результаты хотя бы в районе 110-135. Ну, вот 245, сумма, конечно, у троих было бы интересно, эти соревнования уже были такого уровня, где Краснов рвал и по 114, по-моему, и не выигрывал Россию. Вот интересно было, конечно, на чемпионате России в Ростове посмотреть более сильную конкуренцию. 62. Два лидера нашей страны. Это Феликс Халибеков и Паша Суханов. Мы тренировались на сборы. В принципе, их тренировки я снимал. Они пока представлены на моем канале. Паша Суханов регулярно со стойк приседания плюс толчок делал. Там 150-160 даже, по-моему, работал. Толкал 160. На России выступил, я считаю, пониже своих возможностей. Если я не ошибаюсь, он 125-150 поднял. Феликс Халибеков ему проиграл, ну, там, маленько. Я тоже, думаю, и Феликс выступил немножко ниже уровня своих возможностей. Но надо учитывать, что в прошлом году Феликс выступил на чемпионате Европы, стал призером чемпионата Европы, третьим стал. И этот год, это первое соревнование из довольно-таки большого количества турниров и чемпионатов, которые намечаются в этом году. Я думаю, что он еще не был в той оптимальной форме, чтобы показать свои лучшие результаты. Но в Ростове, я думаю, что он уже к чемпионату России наберет свою форму. Свою форму, я думаю, где-то это порядка 130 килограмм рывок. И под 160, где-то 150-155 толчок. Я думаю, что это будет хороший результат. Я думаю, что к этим результатам может выйти и Паша Суханов, где-то в районе 130-160. И опять же, посмотреть их конкуренцию будет не забавно, а будет интересно. Категория 69 на данный момент, в принципе, я думаю, что не просматривается как конкуренция у Олега Чена. Я думаю, что он хоть какую-то форму наберет, я думаю, что он практически должен в легкую выиграть. Но не буду дальше ничего комментировать. Посмотрим на результаты. В 62 еще я забыл про такого молодого спортсмена, интересного. Это Гараев Зульфат, который 130-150 или 30-55 сейчас поднял. 30-50, по-моему, поднял на юниорском первенстве России, который также может оказать серьезнейшую конкуренцию Феликсу Халибекову и Паши Суханову, который выиграл этот кубок в прошлом году. У Зульфата Гараева он хотел перейти в категорию 69, сейчас снова вернулся в 62. Интересный молодой спортсмен, надо посмотреть за динамикой роста результатов. 7-7 категория. Ту категорию, которую, конечно, не хотелось бы в связи с неудачным нашим выступлением комментировать, но что делать? В выступлении есть выступление, нужно его анализировать, нужно отталкиваться от выступления. Я связываю очень плохое выступление, мы так, в принципе, анализировали, потому что основные соперники были, естественно, Сергей Петров и мой спортсмен Вячеслав Яркин. Я думаю, что мы набрали очень неплохую форму в тренировочном процессе. К соревнованиям практически не готовились, потому что я думал, что и так пойдет, скажем так, и так он должен поднять достойный результат, позволивший ему выиграть, как в прошлом и позапрошлом годах, Кубок страны. Не получилось, выступление произошло крайне плохое. Меня больше расстроил не то, что плохой результат, да, слабый результат, 146-174, это вообще не результат для него, я считаю. Может быть, сказалось то, что в своем городе пришло много зрителей болеть, там спонсоры, администрация пришла, может, как-то он и перегорел на этот счет, но мы, честно говоря, как-то неграмотно подошли к соревнованиям, и сгонка веса была не совсем удачной, он не так много весил, а что-то ошиблись перед ценованием, перед взвешиванием, килограмм лишний оказался, там, 800 грамм, которые чуть не уходили никак, и пришлось их перед взвешиванием гонять в бане, он не привык в баню заходить, и тоже повлияло на общее состояние. Вот, и 146 вырвал, 151 два раза не порвал, непозволительный результат абсолютно. И больше всего мне пораз, потому что технически он не делал то, что я хотел бы увидеть. И, в принципе, то же самое и в толчке. Там, 174 толкнул первым подходом, потому что я снизил вес, вижу, что он вообще никакой, может и забронить, поэтому уже пускай, хотя бы вторым, ну, место в призах забронирует, а дальше уже на 182-5 сходил, два раза были тяги, но выступление было очень, ну, не совсем хорошее. И у Сергея Петрова-то, в принципе, 150, 2-178, это, ну, не те результаты, которые он может показать. Он, в принципе, это, ну, небольшие результаты он больше поднимал и на молодежной Европе в прошлом году. Вот, и, ну, вот, такое выступление будем работать. Я тоже связываю, что прошлый год был психологически тяжелый, много очень соревнований. И думаю, что сейчас, как первое выступление, пускай будет он на российском уровне, мы проанализируем какие-то, постараемся сделать выводы в тренировочном процессе, делаем их, немножко меняем свой, корректируем тренировочный план. Я думаю, что вот сейчас к соревнованиям, которые будут уже в Новосибирске 20 или 21 мая, я думаю, мы уже будем в более лучшей, в более лучшей кондиции, более достойно выступим. И там целая сеть соревнований будет молодежных, «Спартакяда молодежи», «Молодежная Россия», «Чемпионат России», естественно, мы везде планируем выступать, везде планируем выступать, в принципе, на нормальном уровне. Вот, 85 категорию, честно говоря, не могу, потому что не присутствовал на этой категории, я не могу проанализировать, таким образом. 94 выиграл Егор Климонов, 65-200, тоже был, я не знаю, почему он так поднял, потому что я думаю, что он готов-то был побольше поднять. Ну, наверное, не надо было, в принципе, на этом Кубке России, тем более, что чемпионата Европы после него не было, и многие спортсмены, в принципе, так сильно-то и не выкладывались. Стал Давид Биббл, подняв на данный момент неплохой результат, он 165-199 поднял, это на данный момент для него неплохой результат, что позволило стать ему вторым, но в отсутствие многих спортсменов тоже, которые есть у нас 94, это и Станислав Мазницын, это и Жора Купцов, это и Адам Малигов, и Хитар Хугаев, то есть у нас есть целая сеть и Гоглоев, у нас есть целая группа спортсменов, которые имеют неплохие результаты в этой весовой категории. 105 килограммов, ну, в принципе, в отсутствие тоже лидеров Давида Беджаняна и Тимура Наниева были показаны не очень высокие результаты, по-моему, 70-205, если я не ошибаюсь, когда с Радиом Бачко поднял. Ну, тоже и этот спортсмен может больше поднять, я думаю. Вот. Следующий вопрос. Видно, вот у меня написано, видно, в сборную забыли метан-трастиналон с ретеболилом завести, раз на Кубке России все выступили очень слизкими результатами. Ну, могу сказать, что такой зря такой комментарий дан, потому что абсолютно, вот, спортсмен, находящийся на сборной страны, да, он, вот мы здесь неделю сидим на сборах сейчас в Рузе, мы сейчас находимся в Рузе подмосковной, мы сидим на сборах. Три допинг-контроля приехало. В Сочи, когда мы находились, тоже какое-то поехало и ВАДА, и РУСАДА, то есть регулярно нас берут с такой, с таким маленьким временным интервалом, да, то есть допинг-контроля, что, ну, исключает в течение всего года, исключает прием любых препаратов абсолютно. Поэтому можете даже не сомневаться в том, что сборная России, ну, чисто как альпийский снег, скажем так, в этом отношении, и ни у кого нету никаких даже маленьких шансов, да и сейчас такие санкции применяются, если что-то, что об этом даже речи не может быть, и спортсмены уже достаточное количество времени, много лет, то есть абсолютно чистый сейчас спорт, на данный момент, ну, реально, реально чистый. Просто, ну, невозможно, невозможно просто что-то сейчас где-то употребить таким образом. Поэтому это, ну, даже отвечать на это, это довольно-таки глупо. Глупо. На что влияют штангетки? Для чего штангетки вообще нужны? Для чего нужен каблук? Скажите, пожалуйста. Ну, такой более вопрос, более простой, скажем. Чуть повыше каблук делается для более удобного седа, более удобно фиксировать, более жесткая опора, она абсолютно гладкая с поверхностью помоста, да. То есть, в принципе, только для этого, ну, мое мнение, вот здесь с моим другом Берестовым Димой расходится, он считает, что там есть разница в качественных штангетках, там у кого там стопа плохо подворачивается, я считаю, что штангетки мало на что влияют. Поэтому покупайте, не обязательно покупать какие-то дорогие штангетки. Давид Машина, две сотни в швунг. Это к видео... Одна тренировка в сборной России. Почему слайк в тяге не выходит на носки? Считаю ненужным этот выход, и считаю, что ничего он не дает, эти десять сантиметров, восемь, то, что он выйдет на носки, их же нужно потом возвращать, а в это время, во время выхода на носки, теряется баланс, теряется ориентация в пространстве. Поэтому я считаю, что чем больше опора, тем легче и стабильнее будет получаться подъем. У подопечного моего изменился подрыв, уже не такой корявый, как раньше, но по-прежнему скорости не хватает. Спасибо за более лестную оценку, чем раньше. Хорошо. Тренировки в корзину. Сборная не допущена к международным соревнованиям. Чемпионат Европы 2018 года прошел без России и других сильнейших команд. Ну да, но опять же, возвращаемся к ситуации с допингом, которую не хотелось бы я комментировать, потому что ее, в принципе, все знают. Россия сейчас отбывает дисквалификацию. Надеемся, что в октябре Россия выйдет из этой дисквалификации. Следующий вопрос. Извините, парни, это не уровень. Посмотрите, как китайцы с швунги делают или протяжку. Приседает при весе 70 керамов, 280. У вас не та сборная. Ну, тоже тяжело ответить на этот вопрос, но на данный момент лучшие какие есть, на данный момент в условиях абсолютного, опять же говорю, абсолютного тотального допинг-контроля. Мы абсолютно чистые, чего мы, в принципе, происходят сомнения по поводу других стран у нас. Потому что, когда человек в 7.7 играючи, смеясь, толкает 200, не обращая внимания просто так, да, можно сказать, что он сильный, но с другой стороны мы можем и немножко другие параметры включить, о чем я сейчас не совсем хочу всегда говорить. Так, следующее видео. Сильнейшие тяжелые атлеты. Я вот несколько видео, там три скажу, а остальные, остальные комментарии, прокомментирую, и приложу ответы в следующем видео. Как вы проводите профилактику травматизма коленных суставов? Это уже вопросы к видео сильнейшие тяжелые атлеты России на сборах. Как вы проводите профилактику коленных суставов, различными прыжками с разной постановкой стоп, или применяете упражнение на одной ноге, толчок поочередно на каждую ногу? Нет, по каждую ногу, считая травмопластным упражнением, не применяемое такое. Добавляем прыжковые какие-то элементы, приседания разной постановкой ног, и прыжковые. В основном вот этот. Видать, крик души прям совсем. Ну вот, хоть убей, не понимаю, зачем ты, брат, это ко мне обращается, гоняешь на 150, да еще на два раза, видно уже по 140, что движение не то, поставь 130, отрабатывай. Вы знаете, здесь тоже кроется стратегия, мне много и тренера об этом говорят, есть определенная стратегия. Если мы будем работать 130, он и будет выходить на 150, на 145-150, но мы не хотим застаиваться на этих результатах, поэтому мы берем определенный риск. Да, это риск, работа на больших весах, но мы хотим выйти на большие результаты. Посмотрим, сейчас немножко я поменял в сторону уменьшения нагрузки на тренировках, периодизации ее, да, то есть, ну, посмотрим. Я сейчас просто не успею во времени не уложить, чтобы быстро ответить на вот эти вопросы. Олег Глебович внимательно смотрит, кто-то пишет, ну, я скажу бы, очень внимательно смотрит на тренировочных процессах, на нас, каждый подход практически контролирует, вставляет свои замечания, корректирует. Вот. Расскажите, как гоняете вес при ценовании? Вот я вам сейчас сегодня уже рассказал до этого о нашем неудачном примере с гонки веса. Мы взвесились перед самым днем выступления, там, допустим, 77-800, утром проснулись и этот вес стоял также 77-800, нисколько не сошло. И пришлось эти 800 грамм почти киорам гонять в бане, что, ну, очень отрицательно сказалось. Я считаю, что тут тоже большое, большое влияние неудачное. Бюсты понравились, вот многим понравились мои бюсты в конце видео, которые там у меня Ленин, Сталин и третий, точнее, пятый бюст. Да, мне они самому нравятся. Так, с груди, как с пушки. Да, с груди мы толкаем наши, как бы сказать, стратегия толчка с груди основывается не на чувстве амортизации штанги, а на медленном натягивании и развитии силы именно выталкивания, именно взрывной скорости в выталкивании. Потому что многие спортсмены подседают, играя на чувстве, когда штанга, гриф, имеет амортизацию и сам выходит вверх. Вот на этом толкаем. Мы на это не рассчитываем пока. Вот, еще раз, делайте итоги с Кубка России, плюсы-минусы выступления Славика. Ну, в принципе, я уже сейчас до этого рассказал. Ну, плюсов, наверное, выступления не вижу, кроме того, что это произошло в начале года на российских соревнованиях, и что есть возможность и время сделать анализ, сделать выводы, и чтобы такие выступления больше не повторялись. В принципе, вот, плюсы... Ну, еще надо сказать, что, в принципе, мы довольно давно плохо не выступали. Последнее плохое выступление неудачное у нас было в 15-м году на юниорском мире, но оно было вызвано в связи с травмой локтя, которое он получил в втором подходе в рывке. И промолчал, ничего не сказал, и потом просто добивался два бюста кровавых массовых убийц. Это, наверное, про Ленина и про Сталина, а про мой любимый пятый бюст ничего не сказали. Ну, ладно. А про кровавых массовых убийц я сразу скажу, я так не считаю, но не хочу сейчас здесь дискутировать какую-то политическую, ну, да, политическую подоплеку, потому что у нас спортивный канал, ну, я, в принципе, и занимаюсь во многом историей, у меня историческое образование, вот, но не хочу здесь отвечать на этот вопрос, а то это потом начнется, уйдет не в спортивную тему. Вы снимали где-нибудь объяснение, почему у Слайка такая разножка, и почему он шмут периодически делает? Это, скажу так, мне многие задают этот вопрос, это ошибка, разножка. Мы, опять же, тренировались, это старт в толчке с груди, начало движения, положение, начало выталкивания под седа, под сед, а дальше вот ножницы никак не можем в детстве упустили, и сейчас никак не можем натренировать. Вот я считаю, что все, что до постановки ножниц у него правильно, ножницы, вот, и в данный момент мы работаем, в принципе, над этим, у него есть хорошие подходы на серьезные веса, до 190 килограммов, когда он хорошо в хорошие ножницы толкает, ну, будем стараться исправлять наш толчок в лучшую сторону в ножницы, это направление наше, мы в швунг не уходим. Мы раньше делали швунг, потому что в детстве мы совсем запутались в ножницах, и поэтому мы ножницы вообще забыли, я года два-три мы делали только швунг толчковый, был хороший запас, чтобы потом забыть про толчок, чтобы потом снова перейти на толчок. Вот так. Но иногда, видите, у него швунг берет и откуда-то вылазит, хотя мы на это не настраиваемся, даже на последней Европе в 184, где он толкнул, мы там не настраивались на швунг. Мы думали, что он будет толкать там. Вот. Ну, в принципе, тот же вопрос, почему Слава при толчке заднюю ногу носком внутреннюю поворачивает. Вот. Бюсты, опять бюсты, бюсты, бюсты. Вот. Не забывайте рассказывать, что они едят пачками метан, деку и прочие стероиды. Я уже ответил на этот вопрос. Мы не едим. Ну, вот очень многие задают этот вопрос. Я вам говорю, что это глупость вообще абсолютная по поводу употребления каких-то запрещенных вещей. Я на данный момент абсолютно ответственно заявляю, так как являюсь тренером, стою на ставке в ЦСП, тренером сборной страны являюсь. Невозможно. Вот даже захотим мы где-то кого-то обмануть, что-то сделать, невозможно. Тут же спортсмен дисквалифицируется минимум на 4 года, а то и на всю жизнь, и тренеры, и вся команда, и связанные с командой лица. Поэтому это сейчас просто выжигается на корню сборной, выжигается на корню в системе спорта, нашего, российского. Никаких с этим не может быть ни поблашек, ни каких-то левых вещей. Только тотальная борьба с этим делом. Поэтому вы можете даже не думать. За неделю по 2-3 раза приезжает допинг-контроль. О чем можно говорить? Все спортсмены, которые выступают на межурных соревнованиях, они обязаны участвовать в тренировочном мероприятии, в сборах. За тренировочный сбор подъезжают очень часто, за неделю, за сбор по несколько раз. Плюс дополнительные в Адамсе стоят спортсмены, ведущие спортсмены нашей страны всех возрастов на индивидуальном пуле тестирования, российском пуле, международном пуле. Поэтому употребление каких-либо вещей просто невозможно. Поэтому даже такие глупые вопросы можете не задавать и не писать об этом. Это никуда не годится. Привет Артему. Все приветы, которые вы передаете, там Паше Суханову, Артему Акулову, каким-то спортсменам, которого вы видите, тренерам, писарецкому, я все передаю, не сомневайтесь. Албегову увидел в кадре. Ждем, чтобы он победил Талахадзе.